Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Четверг, пять вечера, в эфирной студии Роман Шахов и программа Концертный зал. Сегодня у нас в гостях группа Каспий. Здравствуйте, дорогие ребята! Привет, привет! Владимир Оставчик и команда. Володь, представь, пожалуйста, кто сегодня с тобой? Что за чудо-богатыри музыкальной индустрии? Ну, на гитаре у нас Олег. Олег, привет! Красивый красный гитар. Прекрасный серебряный серфер. Эту гитару, да, не обошел стороной. Они специально у нас с Кирюшей, с клавишником, они сочетаются. Болеют за «Спартак», видимо. Мы видим, что красный цвет у Кирюши даже в клавишах сочетается, друзья. Если вы слушаете Страну ФМ, ну очень красиво. Вот, может быть, даже спортивный болид Кирюша бы подошел в такой одежде. Привет, Кирюша! Так, кто еще? Кирилл на басу у нас. Привет, Кирилл. Кирилл, ну я ощущаю разницу, да-да-да. Ну и главный человек у нас на барабанах. Алексей. Алексей. Самый скромный, хотя и самый главный. Мы приветствуем всю команду Каспий в эфире Страны ФМ. Если я правильно подсчитал, Каспию пять лет в этом году. Ну да. Расскажи, какие-то мероприятия, какие-то релизы, посвященные пятилетию, что у вас? Ну, готовится у нас выход ЕПИШКИ очередной. Ага. Мы так за все время существования группы не разродились на целый альбом. Ну, я спрошу тебя позже, почему это произошло, обдумывай пока ответ. Да, тут как бы очевидно. Ну, просто удобнее нам работать ЕПИШКИ, за это время вот вышло четыре ЕПИШКИ, и сейчас будет пятая такая. Вот готовимся. Ударная. Ударная, да, ЕПИШКИ, да, которая соединит все сделанное нами, весь наш путь. До конца года, да, она выйдет, если учить в 18-й год. Вот, хорошо. Ну, у нас готовится релиз последней песни, которая замыкает как раз череду синглов, которые выходили за последний год, получается. Вот, и... Прекрасно, мы будем ждать. Друзья, давайте-ка послушаем, что сейчас в начале концертного зала жахнет команда Каспий. Что это за трек, расскажи. Это песня «Дай мне огня». «Дай мне огня», поехали. Что дает эти плечи? Что дает этот взгляд? Я и ты — это вечность, время замедленный яд. По телу волны, одна за одной, я переполнен, переполнен тобой. В твоих груди сошлись небо и земля, дай мне огня. Что дает эти плечи? Что дает этот взгляд? Движение резче, но мне повернуть назад. Ожидание трепет, ты не дай ей уйти. И сердце не ослепнет на нашем пути. В твоей груди сошлись небо и земля. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, дай мне огня. В твоей груди сошлись небо и земля Не потухнет взор, не остынет острый Мой последний вор, друг мой самый Чёрствый, мне нужен твой яд И опасная бритва, опалённый икар Проиграл свою битву В мои груди сошлись небо и земля О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о, дай мне огня В твоей груди сошлись небо и земля О-о-о-о-о-о-о, за имнее огня Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В эфире телерадиоканала «Страна ФМ» Присылайте свои варианты ответа на номер 8909-9281-899-9 СМС, Ватсап, Вайберг В какой стране снимали ребята из группы «Каспий» клип на песню «Я равен небу» Все, это три пластинки ждут вашего правильного ответа Значит, Володь, по поводу песен мы еще поговорим Расскажи, пожалуйста, как от хип-хопа, от рэпа, где, может быть, вокала не так много в традиционном звучании Ты вот запел таким красивым голосом, и что было тому причиной? Ну, просто... Ближе к микрофону Да-да Дело в том, что сам просто хип-хоп на тот момент для меня исчерпал просто все мыслимые и немыслимые рамки Это было в Саратове уже, да? Ну, это уже было и в Москве, просто мы в какой-то момент вот познакомились с нашим по сей день нынешним директором Равшаном Вот, я как бы не совсем такой уж прям, у меня рэп был, я многое распевал, потому что музыка, которая в действительности... Кали-Юга была у тебя, команда Да, Кали-Юга такая была команда, на самом деле она до сих пор есть, если честно Мы видим, да, у тебя в Инстаграме там есть специальная ссылочка Кали-Юга есть, да, и мы даже в скором времени готовим какие-то даже тоже релизы, возможно, что-то выпустим старым составом То есть проект, он остался, он параллельно идет? Он жив, ну, понимаете, это же не группа, вот, это же не просто группа, да, которая собралась там, есть такие группы, которые через всю жизнь проходят То есть это не просто группа, это вот сама жизнь, то есть, да, эти люди, ну вот мы там, мы развиваемся, мы растем, каждый по-своему, каждый в разных городах Это как веточка у дерева, то есть Да, это оно просто, оно постоянно есть, да, и вот как бы сейчас мы собрались, не случайно в Москве Там у нас просто один из участников улетал в Кубу, другой приехал там еще зачем-то в Москву, а все они астраханцы Там часть Саратова, кто-то в Москве уже живет, и мы как-то соединились такие, раз-раз-раз, а, ребята, давай что-то выпустим То есть это тоже живая история, как бы она тоже работает, но, тем не менее, на тот момент мне было скучно уже, и вот как раз Равшан меня застал в этом немножечко скучающем... Было перемен в моей жизни, много каких-то духовных трансформаций, он сказал, слушай, парень, ты классно поешь Он был один из первых, кто мне это сказал Подожди, то есть тебе не в Саратове фанатки... Ну, я как бы читал больше, понимаете, это все-таки был речитатив, читка, там, Аргамофин, Аргамофин, там, как кому удобно Вот, поэтому он сказал, ты классно поешь, если захочешь начать сольную карьеру, типа, обращайся Я на айфончике, там, какие-то демки уже... Мне просто было скучно сама музыка, потому что в хип-хопе не было музыки Там биты все Да, ну там, как бы, у хип-хопа вообще, в принципе, нет своей музыки, это, как правило, заимствованная Хотя сейчас ситуация изменилась, что меня, кстати, радует Вот, на тот момент мне было скучно, я уже взял в руки гитару и начал уже какие-то свои сочинять сольные вещи, пробовать Тип показал, так вот получил с песней «Расстояние», имена, как раз с первого эпи, вот Равшан заметил Как бы, спасибо ему за это Спасибо Равшану, большой привет, он неподалеку здесь находится И сейчас снимает, да, все на небольшую видеокамеру Друзья, мы продолжаем, у нас следующий трек от команды Каспи Если у вас есть вопросы к участникам, к Володе, или, как называют его скромно, участники коллектива Владимир Владимирович Обращайтесь, в контакте страны FM есть публикация, посвященная Визиту Каспийцев к нам Следующая песня, Вов Разные люди Поехали Оставь меня хотя бы последние минуты Многозначительный вдох Смотри, не перепутай, гадай минуты Пытаюсь подвести итог Это не со мной, это не с тобой Мы разные люди Давай забудем Это не со мной, это не с тобой Мы разные люди Выключаю белый свет Остаемся в комнате Юная луна и день Ищу твои руки Черная дыра в груди Хочет меня задушить Мне же как-то с этим жить Но ты не уступишь Медленный танец В шаге от края До первой большой волны До первой большой волны Ну что ты вздыхаешь Тебе раскидает нас В разные стороны Это не со мной Это не с тобой Мы разные люди Давай забудем Давай забудем Это не со мной Это не с тобой Мы разные люди Давай забудем Давай забудем Давай шампуне Вавило в своей голове Проснись, ты где? Каждый из нас круг на воде Вместе мы на волне Услышь тебе голос, открой сердце свет Небо нам дает ответ Виение сердца стукило дверь Проснись, победит Проснись, поверь Это не со мной Это не с тобой Мы разные люди Давай, давай Это не со мной Это не с тобой Мы разные люди Давай забудем Это не со мной Это не с тобой Мы разные люди Давай забудем Давай запулем Давай запулем Давай запулем Дорогие друзья, Владимир Оставчик и группа Каспий в гостях у страны ФМ. Мы до конца этого часа не только будем слушать замечательные живые песни, мы еще и посмотрим клип на песню «Я равен небу». Значит, если вы хотите забрать три эпи-пластинки от команды Каспий, правильно ответьте на вопрос. Ну, догадайтесь, в какой стране, ребята, снимали этот клип. 8909-928-189, смс, ватсап, вайбер. Замечу, что это не Италия. Нет, это другая страна. Не Италия. В этой стране производят, выращивают, производят замечательный чай. Такая вот подсказка. 8909-928-189, смс, ватсап, вайбер. Ну, а теперь рассказывай про клип, желательно не называя пока страну. Мобилизуйся. Ну, там, на самом деле, ключевая подсказка уже есть. В действительности, в самом клипе очень много достопримечательностей снято. Особенно, там, маяк у них есть. Он там запечатлен. То есть, кто был в этой стране островной. Да, кто знает, тот поймет. Ну, чаек там хороший, действительно. Ну, да. Так. Черненький. В 2014 году мы поехали туда отдыхать с Равшаном, с его семьей, с моей семьей. И, естественно, Равшан взял с собой камеру, как обычно. Ну, как... Никто никогда Равшана без камеры не видел, да. Что просто так на пляже валяться, взяли, засняли просто то, как мы куражимся. То есть, как мы... То есть, не собирались снимать, работать не хотели. Ну, как сказать, у нас были какие-то идеи, но там так жарко, такой зной, что все идеи просто расплавились по ходу. И мы просто снимали, как мы купаемся. Сообщение для Евгения Тулинова. Евгений, это не Индия, это другая страна. Дальше, дальше, дальше. Тепло. Уже рядом. Еще клип не посмотрели, да? Клип не посмотрели. Мы же должны посмотреть. Значит, ты сам доволен клипом. Как вообще вот... Ну... Как творцы, они, знаешь, вот я бы там... Я на него смотрю, как, знаете, как вот альбом смотришь, там, впечатлений своих каких-то там предыдущих каких-то отдыхов. Да, я вот так вот смотрю, мне приятно. Это как айфон иногда, он такой говорит, о, для вас готов альбом. Подборка. За такой... Примерно так я смотрю. Да, мне приятно. Значит, подборка за какой год? 14? 14-й год. Давайте посмотрим группа Каспий и у нас премьера клипа «Я равен небу». Смотрим, слушаем в эфире Страна.ФМ. Ты закрываешь глаза, а мне становится темно. Я не помню пространство комнат, но помню, что за окном. Я падаю. Я падаю, но самое темное дно, где миллион мгновений соединяется в одно. «Я равен небу». «Я равен небу». О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ты видишь горизонт, а линия до краев. Переполнена она выйдет сейчас из берегов. И выбирая пятый из четырех углов Я встаю на крыше мира, моя религия и любовь Я на небу Я на небу Ты рождаешь яркие звезды в небе, а я смотрю в тебя На твоих черных ресницах милая, шепчу сам моря На раскрытых ладонях рождаются миры Нам больше нечего искать у подножья горы Нам больше нет, зачем бежать от себя и громких слов Мы постепенно превращаемся в абсолютную любовь Я на небу 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 Дорогие друзья, это телерадиоканал Страна ФМ У нас сегодня в гостях группа Каспий Мы только что посмотрели прекрасный клип на песню Я равен небу Потанцевали Спасибо за этот кураж Идут переговоры в команде Потому что даже какие-то кадры Сам Владимир не видел Что-то там перемонтировалось Перемонтировалось Но это видимо текущая версия 18-го года Ну так и да С тех пор прошло 4 года Рошана просто не доставала кадров Он съездил туда еще до снял По-быстреньку в 18-м году За это время мы можем понять Что Владимир Остапчик поменял парикмахера Да, конечно, время прошло Большой привет группе Каспий из Карелии Пишет, не подписываясь, зритель Зрительница, слушатель, слушательница, не знаю 2923 Это последние 4 цифры мобильного телефона Пожалуйста, подпишитесь Еще раз напомню Что вы можете получить Три диска от коллектива Каспий Если угадаете В какой же стране снимался клип Это не Вьетнам И это не Индия Осталось совсем немного времени Володь, по поводу вокала Хотелось бы понять Мы, как читатели твоего Инстаграма Видели тебя с преподавателями Саратовской консерватории Что это было? Расскажи, мастер-класс какой-то Я заходил к ним просто Там у меня друзья просто В Саратовской консерватории И учатся, и преподают Ну и мы, как бы, там какой-то момент Вот делали какое-то совместное творчество И вот зашли туда И, как бы, мне было просто интересно И, как бы, посмотреть, как они работают Там же совсем другая школа Как бы, да У меня-то вообще никакой Вот какая у тебя, кстати Никакой А полное отсутствие Как тебя занесло в музыку тогда? Расскажи С чего это началось? Ну, у меня Искренняя истинная любовь к музыке Я просто люблю музыку Саму по себе Она мне интересна И даже Иногда я думаю, что Отсутствие у меня образования музыкального Мне в некоторой степени Дает еще больше Свободы, да Любви, да Потому что, ну, я не ограничиваю себя Как бы Конечно, бывает Вот именно в плане вокала Конечно, какие-то вещи Но я сейчас работаю над этим То есть стараюсь заниматься С преподавателем Мало того, вокал Подожди-ка, ты же сочиняешь музыку Как вот здесь? Ну, сочинение музыки Дело не такое уж на самом деле Сложное, как может показаться Сейчас многие прильнули к телевизорам Ничего сложного Ребята, берите в руки Любой инструмент Самый ближайший Который ко всем Это гитара Самый простой Ты сочиняешь на гитаре? Олег сейчас Расстроился Ну, песни сами, да Сочиняю я как бы А с ребятами Мы уже непосредственно Завершаем все То есть делаем аранжировку Это, конечно, все мои песни Все мои придумки Идеи проходят сквозь группу И порой, конечно, выходят совершенно На выходе совсем другие Выезжаем на том, что Музыкальное образование Есть у участников Коллектива Каспи Ну, в общем, да Ну, не у всех, кстати Это тоже достаточно плюс, я считаю Друзья, сделаем небольшую паузу После которой мы вернемся К разговору с артистами Студия 89,9 Концертный зал В гостях у страны ФМ Группа Каспий Хочешь кофе глотнуть или... Да Мы Владимира, да, угощаем кофе Есть сообщение, которое пришло от Натальи Шри-Ланка Наталья, вы угадали 80,63 Наташ, мы вас поздравляем Действительно Шри-Ланка И там снимался Интересно Просто догадались Или были там Вот это вот Мне даже интересно Отпишитесь Узнали какие-то места Там просто вот этот Порт Гали, по-моему, называется Очень интересное место То есть, как бы идет такая Шри-Ланка То есть, она же рядом с Индией Конечно, разница огромная Но все равно То есть, такая вот Шри-Ланка, Шри-Ланка И тут раз такой Порт Гали То есть, он такой какой-то интересный С имечками Насколько я помню По-моему, его европейцы строили Португальцы, да Шри-Ланка, да, правильнее Вот все-таки нам с тобой Надо еще выучить терминологию С ударениями Расскажи, насколько большое внимание Влияние на тебя оказал Боб Марли Ну, большое Я люблю просто его музыку Это такая музыка, к которой Ты всегда возвращаешься То есть, несмотря на то Как ты меняешься с годами Какую-то музыку слушаешь Что ты делаешь И есть просто вещи Которые классические такие Которым ты возвращаешься И понимаешь Вот, ну, как бы это то Откуда ты стартанул Откуда То, с чего ты почувствовал Вот это вдохновение Вот этот ветер Такой перемен Который тебя заставил Взять и заниматься музыкой И просто писать свои стихи Респект тем, кто нас смотрит Слушать на Ямайке, друзья Каспий продолжает музыкальную часть Концертного зала Что мы сейчас посмотрим Послушаем Мы послушаем тоже новую песню Которую мы не выпустили еще Так, но до конца года она Она готовится, да Именно это она Поэтому я буду в текст смотреть Вот, еще не совсем даже Уучил до конца текст Свежачок, друзья Свежачок, нас только, да Как называется? Пять минут Пять минут Трубы дым над городом льды Повисли и тянут Прямо вниз, через конец Не замечая Ты говорила, нас просто нет Что остался лишь яркий свет Ему миллиарды лет Город не обитая Спины гнут Пряник и кнут Не замечая А я горю Тебе дарю Сердце на память Я чувствую, что живой Перестав дружить с головой Беспредельность и покой Над облаками Мы пламеняем небо и землю местами Это то, что мы так долго искали Пять минут до земли Мы остались одни Не останавливай меня на полпути Пять минут до земли Пять минут до земли Мы остались одни Под нами крутится планета Лучами солнца согрета Плодки снега, сон во сне Алые нити Стали ждать, перерастать Ход событий Я не знаю, куда билет Мы оставим небо свой след Пристегнись, летим в рассвет Мы свободная стая Мы пламеняем небо и землю местами Это то, что мы так долго искали Пять минут до земли Пять минут до земли Мы остались одни Не останавливай меня на полпути Пять минут до земли Мы остались одни По нами крутится планета Лучами солнца согрета Пять минут до земли Мы остались одни Не останавливай меня на полпути Не останавливай меня на полпути Пять минут до земли Мы остались одни Под нами крутится планета Лучами солнца согрета Пять минут до земли Это было волшебно И казалось, что время остановилось Группа Каспий в эфире телерадиоканала Страна ФМ Красивая песня Я надеюсь, не сомневаюсь Что до конца года Мы ее увидим в пятом Ипи, правильно? Небольшом альбоме Потому что большие альбомы Сейчас Каспий не выпускает Ну вообще не выпускает Не выпускает Хорошо Принципиально Мы пытались Старались, но не получилось По поводу клипов Что еще будете стараться В ближайшее время Нам, как телерадиоканалу Ну, вершина Вот песня, которую мы тоже Сегодня еще впоследствии споем Вот на нее У нас будет клип Но мы его придерживаем Он у нас в таком арт-стиле Рассказывает Поэтому мы ждем Такой прям осенью-осенью Подожди То есть он уже снят И смонтирован? Да, он уже сделан Ну мы просто его оставили Немножко на потом Потому что Я равен не был Нам показалось Дело в том, что у нас Вот разные люди Песня была выпущена По-моему, первого июня А Я равен небу В августе в конце Самая последняя тоже дата У нас так вот получилось И захотелось Вот сначала клип На Я равен небу показать Он более солнечный такой После лета Потому что лето было Настолько интересное Настолько яркое Вот как-то так Мы решили сделать Так что ты Отлично Попозже на вершину Покажешь Слушай, а лето яркое Ты как лето проводишь? Где отдыхаешь вообще? Чтобы набираться Напитываться Какими-то впечатлениями Как творцу Это важно? На самом деле Мне да Очень важно Ну вот недавно Я буквально Отпросился У всей Вот этой реальности Суеты московской Отпросил себя самого Вот я Второй год подряд Езжу в Сузбах Один Да Прям беру Снимаю там дом Уже я там знаю Вот с коняшками Там вид На Как-то Небольшой подром Так скажем Вот И просто вот Наслаждаюсь тишиной Вот в октябре Вот я в очередной раз Такое сделал Летом Вот как я лето провожу Вот этим летом Я ездил На получается Южный Урал Это место называется Аркаин То есть ты видел Этот самый Фантастический город? Да Аркаин Расскажи что там Действительно ли там была Какая-то цивилизация Когда-то много там Тысяч лет Да Действительно Это уникальное место Я там уже второй раз И Грубо говоря Просто степь-степь Холмы-холмы И вот какие-то вот эти вот Очень интересные Для того времени По датам Сами строения Вот эти То есть они уникальны У них там уже Какие-то были печи Вот эти доменные Которые разгорались Там до каких-то Колоссальных температур По сути это древняя цивилизация Да Но там Очень интересно Там не одно городище Их там очень много На самом деле Рассыпано в этой степи Но парадокс заключается в том Что в какой-то момент Вот просто Сожгли люди и ушли Там на самом деле Большой культурный слой Там очень много И племен жило И всего Место конечно уникальное Энергетически И по всем факторам И люди которые туда приезжают То есть мне там очень нравится То есть 10 там Дней в палатке И я второй раз Заезжаю Я думаю что у меня и третий будет То есть впечатлений И оттуда увожу массу Тибет скажи пожалуйста Микрофон Вернись или пожалуйста Тибет скажи пожалуйста Для тебя близок или Очень близок Но я там никогда не был Да Я всегда переживаю Что его китайцы осадили Все время переживаю Задалай ламу Вот Конечно А так я бы Ну конечно я бы В Лаос то съездил Посидел бы там Побурчал с ними в мантры Какие-то служения Всякие Ну для того чтобы Побурчать мантры Мы из твоего инстаграма Знаем что тебе порой Достаточно микрофонные стойки Чтобы встать в какую-нибудь Позу хорошую Бывает такое Бывает Скажи Ты как человек Родившийся в один день С Сергеем Есениным Насколько рано Стал писать стихи И на чьих стихах Сам рос Что любил почитать Тоже со мной Интересное происходило В детстве я помню Не на чьих я стихах не рос И вообще поэзия В моей жизни появилась Буквально Там не знаю Может быть года три То есть в Астрахани Не было книг или что? Были книги Но меня никогда Не влекло к поэзии Вот как-то поэзия Тем более Есенина Я его люблю Уважаю Тебе говорили Ну Вов-то как Третьего октября родился Возьми почитай Ну я читал как бы Ну вот с поэзией Интересная вещь Она вот Это вот Какой-то особый Не заходила тогда Не поджигала Вот проза меня больше Там даже В те юные годы Когда я пытался Как раз да Какие-то там сочинения делать Вот Ну Испытывал я трепетные Какие-то волнительные моменты Я не понимал Что со мной происходит Я помню Что я Мне было так страшно Я действительно не понял Что со мной Я выписал на листочек Все фамилии Известных мне поэтов Там Есенин был И Пушкин И я помню Что я так боялся Что этот листок Кто-то увидит И я его помню Что я за шкаф спрятал И я не понимал Что там Мне вот какое-то Трепетное такое чувство Может быть это было Предвестие того Что я тоже буду Писать стихи Ну понятно Когда-то Ну а что Спорта было Спорта было больше У тебя в детстве Как это случилось Или улица У меня в детстве Было больше детства Было больше улицы Я рос как бы Не в городе Отчего я Безумно счастлив Я жил В такой деревне Так скажем Пригороде У меня рядом была Волга Вот Был друг Димка Глазов Который Чинил мопеды Я их разбивал Вот Ну было настоящее детство Пугачи На бане Нужны там всякие Луки И все нормально Баджиги Риги 13 И проще Да Все вот это Все настоящее У меня было В детстве Ну а сейчас Сейчас музыка Следующий трек Димка Глазов Димка Глазов Димка Глазов Димка Глазов Естественно Чинил Димка Глазов Димка Глазов Димка Глазов Куда плывем с тобой На вечной льдине Мы бы могли застыть В немой картине Но каждый день Я просыпаюсь снова Мире 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 Каждый день я просыпаюсь снова в мире Каждый день я просыпаюсь снова в мире Кто выдумал тебя и кто дал имя? Тут целый мир, зачем слова пустые? Мы разные пути к одной вершине Но каждый день я просыпаюсь снова в мире Каждый день я просыпаюсь снова в мире Каждый день я просыпаюсь снова в мире Люблю его и сердце не остынет Каждый день я просыпаюсь снова в мире Мы здесь чтоб не на землю принести Добрий будет каждый миг сердце в ровности Только все потеряв и пронюхленности Я один иди Слышишь? Этот мир у нас внутри Видишь? Этот мир ты им дышишь Делай, делай, делай себя тише И с каждым соком выше Мы здесь чтоб не на землю принести Добрий будет каждый миг сердце в ровности И только все потерять, я смотрю, что это слы Этот мир у нас внутри, слышишь? Этот мир ты ему дышишь Делай, 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 делай Каждый день я просыпаюсь в новом мире Каждый день я просыпаюсь в новом мире Люблю меня и сердце мне остынет Каждый день я просыпаюсь в новом мире Каждый день, каждый день, каждый день Браво! Друзья, группа Каспий в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ Мы слушаем известные, абсолютно новые песни Володь, спасибо Все песни, которые играет Каспий, это твои песни? Да Или есть люди, которые тоже в коллективе пишут? Нет, да? Текст нет Ну, нет, музыка сочиняется вместе Музыка это такая коллективная Отлично Вы выступаете на разных площадках Это и большие фестивали Многотысячные и небольшие площадки Где тебе комфортнее? Где, как ты считаешь, ну вот ваше звучание? Ну, конечно, комфортнее нам звучать на больших площадках Фестивальная все-таки вы такая, да? Ну, фестивальная, да Ну, то есть вот открытое большое пространство Которое такое звучит Да, это наше Репетиционная база у вас какая? Что это такое? Это большая студия или как вы собираетесь рассказать? Нет, это репетиционная база такая Красное сердце она называется, да, по-русски Очень хорошая, кстати, репетиционная база Всем советуем Очень хороший звук Да, мы собираемся, репетируем там, готовимся Вот вчера готовились к сегодняшней программе Такое место для нас По поводу концертов, спасибо, спасибо По поводу концертов, которые в ближайшие месяцы, может быть, дни там Случатся у команды Каспий, расскажи Ну, у нас пока что мы готовим программу Возможно, что до конца года у нас будут концерты какие-то сольные Вот, но пока даты мы не открываем Даже сами для себя То есть друзья-ребята готовятся к тому, что до конца года им надо выпустить еще один мини-альбом Да, мы сейчас как бы презентуем клип Выпустим еще песню, потом будет EP И уже у нас будет концертная программа в новом звучании, в новом таком формате И уже поедем на упасы Ну вот смотри, ты как лидер команды Пять лет Каспию, да? Значит, был исток коллектива Сейчас продолжается это течение Мне кажется, удачное течение, успешное Что потом собираешься трансформировать? Каких ритмов добавить? Больше рок-н-ролла? Больше регги? Как у тебя вот это все? Какие-то вот замыслы твои? Так уж сложилось, что у Каспии очень стихийно это все происходит Ну такой фьюжн у вас там Ну да, ну просто сама музыка Мне, я говорю, она просто интересна Как вот какая-то комбинация Какая-то трансформация каких-то элементов Бывает такое, что, конечно, мы чувствуем Сейчас вот мы собираем программу, чтобы она была в едином таком звучании Действительно А вообще это вот из года в год мы, конечно, и растем Вы хотите все охватить Да, и по-разному, в разных стилях играем Нам интересно это просто как бы Звучать одинаково, это очень скучно Это утомительно, одно и то же делать Вот сделали первую песню И надо вот так вот всю свою жизнь вот так вот Это скучно За творчеством каких-нибудь отечественных музыкантов следишь? Ну просто может быть интересно тебе Кто как работает? Ну практически Вот, кстати, да, недавно я начал наблюдать за этой историей Раньше просто слушал, ну там что-то интересное А сейчас прям начал пристально наблюдать В плане того, как они делают музыку То есть современная музыка, конечно, за последние годы очень сильно изменилась Очень сильно И в положительную сторону С одной стороны, с одной стороны Вот В плане звучания самой музыки Стала наша, даже наша эстрада звучать очень фирмово Вот Ну уж про Украину вообще не говорим Они там вообще какие-то, я не знаю, монстры Я вот вчера ехал с репетиции, слушал «Монатика» Ну то есть как бы ты когда слушаешь, а вот как-то тщательно вот разобрать Вот, ну это, конечно, шаг То есть такой красавчик он Настолько интересно все это завязано на звуках, на груве Ну вот Ну очень сильно, что меня печалит, текст Очень страдает в наше время Для меня все-таки, как человека, пишущего, да, сочиняющего именно текст Он крайне важен То есть музыка музыкой, да, это драйв, это грув Но какой-то вот внутренний посыл Вот современная музыка очень сильно проигрывает Скажи, а вот как человек, который вот так трепетно относится к слову Возможно ли, что Каспий что-нибудь когда-нибудь сыграет просто в акустике Чисто тихо гитары, просто голос Вот такая программа, такие треки Уже у нас такой опыт был, мы уже играли в акустике даже Даже у нас был акустический концерт Вполне возможно, что в следующий раз вы нас позовете, а мы к вам с акустикой придем Отлично Нам даже это вот интересно будет Ну потому что здесь текст будет как раз вот он Ну да, конечно Он не скроется за аранжировкой Ну в акустике, да, песня как бы такой становится более чистой, да, самая по себе Как говорится, сыгранная под гитару, если она звучит как под гитару, значит песня и есть Она звучит самая Следующий трек мы сыграем, это что за песня Рассказывай Так, что у нас там, ребят? Бегом, бегом, следующая композиция Это вот как раз такой эксперимент у нас был Песня сочинилась не из моей как бы шкатулки, я ее не принес А вот Кирилл просто как-то сыграл на репетиции случайный риф Кирюша, а Кирилл, да? Кирилл, да Кирилл, да, тут важно Кирилл сыграл на своем замечательном японском басу риф И вот из этого рифа вышла песня Она очень, ну, отличается, так скажем, от первых наших работ Но мне она нравится Отличается шесть струн, да, тут все Я очень люблю эту песню Хорошо Бегом, бегом, поехали Поехали Время бежит, я убегаю от времени Кем мы потеряны, в каком направлении Вновь не добралась волна до берега Поселилась внутри и стекла Бегом, бегом Бегом, бегом Просто внутри включу свое отражение Танки, пехота, огонь, артиллерии Стрелки часов бьют нас по теме Цепь крепко с золотыми звеньями Бегом, бегом Бегом, бегом Бегом, бегом Планы невнятны и цели украдены Вершина сокрыта, иной досадины Что ты искала, лишь синяокая гадина Душа моя, марианская впадина Ей хочется прыгать до облакон Хочется знать на ощупь любовь Целую в лоб, лечу ее мысли Я нажимаю на стол Экран газиру Быстрее Я перестаю в жизнь, как приходится За меня решать Не наполняться я Предстаю в жизнь, как приходится Как приходится Каждый год конец На дискотеках тоже колбасились Так по-хорошему под качественный Музон с текстами Группа Каспи Это было бы уникальным Явлением, если люди колбасились Еще и вникают в тексты Ну а почему, знаешь, все-таки у тебя И тексты, и энергетика, и подача Вообще на нашей песне Есть ремиксы, бывает Не сами вы делаете, да? Не сами мы делаем, мы какие-то диджеи На каких-то там сайтах, вот я знаю, что делали На каждый день у нас был ремикс Еще ряд каких-то песен в ремиксах Ну а так вообще в принципе У нас как бы Сама вот Сама канва песен-то в принципе ритмичная Это диско какой-то Все равно вот даже сейчас Прямая бочка у нас везде превалирует Везде есть движение какое-то Как бы не знаю, куда она занесет Эта прямая бочка в будущем Слушай, а вообще музыку куда несет, как ты думаешь? Ну такой вот мейнстрим Что сейчас Ну актуально? Ну поскольку актуально сейчас Такая электронная Даже евроденция, мне кажется Какой-то вот в 90-х Вот это вот То, что у нас тоже, кстати, есть Сделано Кружок, да? Да Ну это же такое сейчас Культура вот этого Пост-пост-пост-пост Пост-репоста Все Ничего нового, грубо говоря Не производится Вот Но мне почему-то кажется Что сейчас Андеграунд-сцена Как раз очень сильна И очень сильна Рок-музыка даже Мне кажется Ну я слышал, что она Возвращается из Америки Как бы пошла новая волна Вот Рок-н-ролла Я наблюдаю за молодыми музыкантами Мне очень нравится За ними смотреть Потому что ребята Не в курсе То, что было В 60-х, 70-х А они, походу Вообще не знают О том, что там была музыка И они Все эти же аккорды Все эти же Все играют Как-то по-новому Из вот этой вот Необходимой музыки Страсти Вот так вот И мне это безумно нравится Я за этим наблюдаю С удовольствием Не могу сказать Насколько это Выйдет на сцену Какое-то Достояние мейнстрима Да Но тенденция уже наблюдается Ну тенденция наблюдается Андеграунд Мне кажется Сейчас вот Растет Слушай, ну а Насколько вот еще Сколько по времени Рэп еще будет Превалировать Все-таки Он популярен В нашей стране Да, вот Как ты думаешь Мне он как раз Был интересен Когда он мне был популярным Ты наелся тогда Да, я наелся Вот когда он стал популярным Не то, что как бы Он как раз вот потерял Свою Свою изюминку Навизну для тебя Не то, что навизну А сам смысл Это была уличная музыка Все-таки, да Ну конечно, да То есть В наше время Мы были брошены И воспитаны улицей Поэтому хип-хоп Для нас действительно Было чем-то таким Что нас Взяло Забрало Да, мы не просто Там где-то По подъезду Там Клей нюхали А танцевали брейк-данс Рисовали граффити Что-то там Ребята Слушались Да Видимо кто-то Не хип-хопом занимался Все-таки Вот Ну грубо говоря Это было интересно Мы состязались Сочиняли какие-то Свои стихи Первоначальные Там как-то Ритмовали Все это Фристайли Это был такой Огромадный мир И у этого была вот сила Потому что это был Андеграунд Мы горели Да, мы такие были солдаты Хип-хопа Такие Все нас так Зажигало Было интересно А потом появились Как раз такие Банальные темы Понятные всем И как-то это Потеряло вкус Потеряло То есть стало То за что мы боролись Грубо говоря Ну вот Рэп-баттлы Как ты к ним относишься? Ну сначала Не очень я к ним Относился Потому что Ненормативная лексика Такая Сильно много Непонятных Русской вот этой Знаете Ментальности Непонятных Вот этих вот Каких-то Вещей Которые они там творят Ну в конце концов Когда Перестраиваешься Отбрасываешь всю эту ментальность Просто наблюдаешь за этим Как шоу В принципе ну да Ну здорово Ну как рестлинг Такой чуть-чуть Ну да Ну сейчас мне интересно Уже смотреть Мне было интересно Наблюдать за Оксимироном Когда он все это делал Вот это кстати Один из таких После его альбома Горгород Я как раз Поверил в хип-хоп Мне стало интересно Потому что У этого есть смысл И это не просто смысл Там и стих есть И какая-то вещь На которой ты сидишь Думаешь Что же он там Хотел сказать Что же он там Завернул Как стрифмовал В свое время Для нас там Каста была Какая-то там С первым альбомом Ребята горели Тоже это все чувствовалось Были какие-то смыслы Вот Сейчас у Оксимирона Ну сейчас Баттл мне неинтересно Не знаю Я просто Как бы туда свое внимание Наверное не посвящаю Твоим близким Твоей семье Как Интересны ли Песни Группы Каспи Расскажи Интересно Так Мама мне там С папой постоянно Во классная песня новая Типа нам понравилась Вот они мне сказали Пять минут Они смотрели тоже эфир Сказали Вот пять минут Давай опускай Будешь слышать Танцевать Убираться Папа, мама Они в какой отрасли Трудятся Ну отец у меня вообще военный Бывший Мама у меня Как бухгалтер То есть к музыке Они вот Никакого отношения Никакого Никакого Единственное Мама недавно рассказала Поскольку я йогой занимаюсь Она мне недавно Показала на печатной машинке Тексты Какие-то йогические Типа вот тогда Еще в те Восьмидесятые какие-то Она мне показала Такой Я говорю Мам, класс, смотри То есть она такая Посмотри, я тоже К этому причастен А вот к музыке Ну у меня мама Привела мне Вкус, в принципе, музыкальный У нас был там Этот романтик Я помню С вылетающей кнопкой Она слушала там Смоки Я помню 309 или 36 Какой-то Я сейчас не помню Ну да, что-то такое И я помню Что вот Одна из первых Таких групп Которую я запомнил Как называть Это была как раз Смоки Которая я танцевал Йога помогает тебе В творчестве Во всем помогает Йога Это вообще Йога-янгара Это йога-штанга Это раджи-йога Раджи-йога Рекомендуешь Зрителям, слушателям Страны ФМ Ну, я не насаждаю это Это каждому придет Лично Это такая Такая вещь Которая вот Она приходит Если есть Как готов ученик Появляется учитель Появляется учитель Это такая вещь Которая Она придет Но если у вас Какие-то Вы что-то ищете Вам чего-то не хватает Не хватает Там энергии какой-то Не хватает Какого-то осознания Осознанности Там, я не знаю Какого-то присутствия в жизни Йога Это та вещь Которая вам Даст это все Люди, которые смотрели Сегодняшний концертный зал Видели Сколько В тебе энергии И Я думаю Что здесь ответ Очевиден Ну, я был бы счастлив Если кто-то Посмотрел программу И после этого Сел в позу лотоса И попробовал там Как-то Это было бы для меня Наверное Ну, большим счастьем Не знаю В какой позе Ты будешь исполнять Финальную песню Но я тебе Даю эту возможность Что за трек Вершина Вершина, да Это как раз песня На которой в скором времени Вы увидите Группа Каспий, друзья Концертный зал Страна ФМ Спасибо По острым камням И знания наступны По сними ногами Наверное, глупо Я все решил И вычеркнул бы мне Не напоминай Давай забудем Я шел не один Я шел всем миром Кружил в леса И пел дельфином Встали стрелки на часа Я проснулся на лаган У вершины на руках У вершины на руках Остывали нагретые солнцем Камни тишины красота Не сдавалась поляная В небесах Позади оставив страх У вершины на руках У вершины на руках Встали стрелки на часа Я проснулся на лаган Я проснулся в облаках У вершины на руках Камни тишина КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ